На последней встрече городоначальника с горожанами были затронуты и проблемы самого отдаленного микрорайона города. Как оказалось, их немало. Кроме бездомных собак и плохого уличного освещения, волнует жители Обской и состояние пешеходных мостиков через овраги теплотрассы. По нескольку лет они не ремонтировались и теперь стали не только неудобными, но и небезопасными. Мостик мы имеем перекошенный, по которому наши родители идут с санками, с детками. По этому перекошенному страшному мостику, где нет ни досок уже, ни перил, за который можно подержаться. Около дома 11 есть переход высоченный-высоченный. Ступенек 10 с одной стороны площадка и с другой 6 ступенек. Вот я мучаюсь, там хожу. Некоторые перила поломали, а со стороны где 6 ступеней, ни одних перил нет. Мало того, еще там вот такие покатые, все ступеньки, все снегом занесены и затоптаны. Сегодня от проднейших досок и сломанных перил остались только плохие воспоминания жителями краюна Обской. Женя спешит домой без особой опаски. Ушибы и ссадины от частых падений, признался школьник, остались в недалеком прошлом. Можно было упасть и там что-то себе сломать. Какой-то раз падал? Да, даже не раз, а пять раз. А сейчас уже сделали мост и сейчас уже не падаешь. Качался, гвозди, дыры. Если темно, так вообще можно поскользнуться, упасть. Некогда бесходные деревянные переходы наконец-то обрели хозяина. До конца этого года обязательство по реконструкции и содержанию таких вот мостиков взяло на себя предприятие городского хозяйства. За пару дней коммунальщики привели в надлежащий вид два деревянных перехода. Строим все это давным-давно, еще через те сети, которые были проможены очень давно. Да, я считаю, что необходимо делать и делать капитально. Даже, может быть, уже и не деревянные, а металлические мостики, которые не будут требовать. Конечно, вложить деньги надо в это строительство, но потом гораздо меньше уйдет на ремонт. Кстати, на содержание ремонт таких деревянных переходов, а их в Лабетнангах чуть больше двухсот, из городской казны выделено 300 тысяч рублей. Умелые руки плотников устранили все поломки. Дело осталось за малым. Своевременно очищать от снега и наледи веренные участки. Как это еще на прошлой неделе делали сотрудники детского сада «Пингвин». Мы хотим большое спасибо сказать заместителю главы Касимову за оперативное реагирование на наши болезненные места, скажем так, проблемные. И плюс, оказывается, все-таки все эти встречи оказались небезрезультатными, потому что результат есть. И в первую очередь довольны жители станции «Обской» и дети детского сада «Пингвин». Большое спасибо. Этот мостик, по всей вероятности, давно не видел лопаты. Жители «Обской» в целях безопасности стараются обходить его по народной протоптанной тропе. Снежные сугробы на переходах явления временные, уверили нашу съемочную группу коммунальщики. Уже завтра сюда придут дворники. Светлана Кель, Дмитрий Сверид, программа «Время местное».